После вальяжного отдыха на море в Валенсии, Бенедорме или Аликанте, хорошей идеей для путешествия станет поездка в Южную Испанию, в Гранаду. Для контраста и для осмысления какая все-таки Испания разная. Гранада в Испании невероятно хороша не только своими достопримечательностями. Приезжаешь посмотреть Альгамбру, а влюбляешься в улицы, людей и сам город. Рассказываем, что посмотреть в Гранаде, какие достопримечательности посетить и какие места здесь самые интересные. Как добраться в Гранаду? Большинство туристов прибывает в Гранаду поездами из Мадрида или же самолетом из Барселоны. Однако, мне кажется, что автобусные поездки по Испании дают больше ощущения свободы. Купив утром в Аликанте билет на автобусы ЛСА, уже через каких-нибудь 5 часов, утомившись от бесконечной красоты испанских ландшафтов, я расслаблялся в одном из уютных ресторанчиков на Плаза Бипрамбла, в Гранаде. Что посмотреть в Гранаде? Испанская Гранада довольно раскрученное туристическое место, однако и для самостоятельных путешественников здесь всегда есть возможности отыскать что-то свое, погрузившись в особую атмосферу этого солнечного города. Во время сиесты по улицам бродят только туристы, а испанцы прибывают в спячке. Гранада – город эффектного смешения католической и исламской культуры. Увидеть сурового древнего мавра на улице без проблем улыбка, еще одна фишка Гранады здесь повсюду продают всевозможные виды арабского чая. Сейчас читают, достопримечательности Алании, 16 лучших мест, что посмотреть самостоятельно на улицах стоит неповторимый микс ароматов специй и чая. Гранада оказался очень даже немаленьким и живописным городом. Не мечтайте обойти его за день. Здесь даже недели мало, хочется заходить во всевозможные лавки, кафе, магазины. Половина всех заведений в городе использует магическое слово Альгамбра. Все-таки Альгамбра – главная достопримечательность Гранады. Надо отдать должное, сувенирный шопинг в Гранаде гораздо спокойней, чем в той же Барселоне. Если бы не полуденная жара, по Гранаде можно было бы гулять весь день напролет. После сиеста испанцы и гости города приступают к неспешному вечернему променаду и шоппингу. Улыбка – открытые туристические автобусы Гранада Сити Тур, как ни странно, оказались неплохим подспорьем для туриста это и транспорт и экскурсия по городу одновременно. Купив билет, можно выходить, гулять, а затем садиться в следующий автобус. Альгамбра – главная достопримечательность Гранады. В Гранаде все дороги ведут в главную достопримечательность города Альгамбру. Обычно туристы проводят на горе практически весь день. Дворец Карлоса V – одна из бесплатных частей Альгамбры. Может поэтому здесь всегда многолюдна улыбка, расписание посещений дворцов и садов Альгамбры очень неудобное, нужно как-то рассчитывать время, чтобы приходить в нужное место и в то время, что указано в билете. По отзывам туристов, вечернее посещение дворцов Альгамбры бывает более увлекательным и романтичным. К тому же вечерние билеты дешевле. Сейчас читают, Google Street View, виртуальные прогулки по городам, где купить билеты в Альгамбру и посмотреть цены. Осмотреть все достопримечательности Альгамбры могут лишь самые тренированные и терпеливые туристы, в нем жарко и очень много народа. Купить билет в Альгамбру лучше заранее или придется отстоять немалую очередь на входе. Билеты продают как в разные дворцы, так и общий комплексный билет. Подробнее о расписании и ценах на все дворцы Альгамбры смотрите на официальном сайте. Цена билета в Альгамбру 14 евро общий билет. У входа в Альгамбру можно приобрести билеты, которые действуют только в день покупки. В кассах расчет наличными, очереди огромные, помимо касс билеты продают тут же в автоматах. Расчет кредитной картой, очередь меньше, чем в кассу. Купить билеты в Альгамбру онлайн можно заранее от 1 до 90 дней, на сайте тикетс. Альгамбра патроната, с где остановиться в Гранаде. Чтобы все посмотреть в Гранаде, по совету друзей я выбрал недорогой частный пансион Пеншин Саши и не пожалел. Он находится всего в 15 минутах ходьбы от Альгамбры.